Итак, друзья, начинаем нашу встречу. Его Высокопреосвященство, митрополит Калужский и Боровский Климент. ПЕСНЯ 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 Садитесь, пожалуйста. ПЕСНЯ 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 Должна научить ответственности. Мы должны отвечать за свои поступки и дела. Явно там был человеческий фактор, который привел к такой трагедии. Неожиданная смерть, она тяжелая. Любая смерть тяжелая, а неожиданная. И особенно молодого человека. Она, я думаю, трогает каждого жителя нашей страны. Вечная им память. А вас я сердечно приветствую на нашем ежегодном мероприятии вручения премии. Подведение итогов. Я скажу то, что победили все, кто здесь присутствует в зале. Те, кто и не попал в финальную часть, они тоже победили. Они, может быть, преодолели себя, написали первые литературные произведения. А учитывая то, что еще опыта нету, они не смогли, не были выбраны сюда. А вы, которые честно потрудились, пошли в финальную часть конкурса. Очень важно для вас не останавливаться на этом. Помните, что Бог дал вам талант. Его надо приумножать. Бог посеял в вашем сердце зерно знаний. Но, чтобы оно выросло, надо трудиться. Надо постоянно развивать свои способности. Что способствует развитию человека? Независимо, молодой он или пожилой. Способствует чтению. И главное, я скажу вам, полюбите Евангелие. Это книга книг. Это главная книга для чтения. Вы можете подумать, ну, Евангелие – это не современное или что-то. Да, Евангелие две тысячи с лишним лет. Но Евангелие – это самый бестселлер, который есть в мире. Миллиарды экземпляров. На все языки Земли переведены. Издаются, вот я скажу, к нам в издательский совет ежегодно подают заявки на получение разрешения и на издание священного писания. Где-то десятки издательств. Ежегодно. И дальше продолжают подавать, готовить, издавать красное оформление для детей, для взрослых, крупным шарифтом и так далее. Эта книга потребна человеку всю его жизнь. И Евангелие знали все писатели. И Пушкин, и Достоевский. Евангельские темы, заповеди, они присутствовали в сочинениях, в литературных произведениях у писателей даже в советское время, когда была и теистическая эпоха. «Не убей! Не укради!» Это тема многих произведений советского времени. Очень важно нам правильно относиться к нашим талантам. Как люди есть, вы знаете, хорошие и плохие, так ведь? Есть люди, с которыми вы не хотите встречаться, не хотите разговаривать. И даже, допустим, районы есть, а я туда не пойду, там одни хулиганы водятся. Так и книги есть, хорошие и плохие. И вы научитесь выбирать книги, хорошие, добрые, которые будут способствовать вашему развитию. Умножение любви, умножение знаний. То, что вы пошли в финальную часть, это не значит, что вы достигли какого-то уровня. Вы только в начале этого пути. чтобы быть более совершенными, надо больше заниматься. больше читать. Сейчас, конечно, много времени занимает гаджеты. Красные. смартфоны, смартфоны, планшеты и так далее. Без них человек не может жить. Современный человек. И может задать вопрос, а почему Господь допустил, чтобы были гаджеты, и они отвлекают нас от добрых дел, от чтения, от учебы, от работы, от занятий семьей взрослых. Потому что, я скажу то, что, конечно, взрослые не все играют, не берут смартфончик, не играют в эти игры. Но спокойно после ужина один, либо в интернет, либо на телефон, и начнет с подружкой разговаривать. Нет, чтобы в семье посидеть и поговорить, поговорить о жизни святого, чье имя носит каждый член семьи, о празднике, о добрых делах. Нет, надо позвонить, надо узнать там новости, надо поделиться с чем-то, смски отправить, даже взрослые сидят в всяких соцсетях. Естественный вопрос, а почему так Господь допустил? Если Бог требует от нас первый заповедь из любви Господа Бога всем сердцем, всей душей, всем разумом, почему Господь допускает то, что отвлекает от Бога? Как бы естественный вопрос. А дело в том, что здесь определяется и замысел Творца. Почему Бог сотворил от человека? Он нас сотворил свободными. И даже если мы вспомним Библию, у первых людей, у Адама и Евы, конечно, не было ни смартфонов, ни телефонов, а было дерево познания добра и зла. Сделай выбор, послушайся Бога, нет, люди не выдержали. И для нас Господь дает, вот, может быть, пускай гаджет будет, но вы послушайтесь меня, научитесь воздерживаться от греха, научитесь делать добро. вот это очень важно для человека, особенно для вашего возраста. Я скажу, я многие ваши литературные произведения прочитал, финалистов прочитал все. Очень интересные ваши труды. есть надежда, что у нас вырастут замечательные писатели. Я скажу, вы по-иному мыслите, чем молодежь девяностых годов, даже нулевых годов. вы по-другому понимаете и литературу, по-другому описываете все. И вот даже то, что когда первый конкурс начинался у нас и сейчас прошло каких-то четыре года, но ваши сочинения литературные произведения интереснее. Я взял несколько из них, чтобы даже процитировать. Мне интересно посмотреть, вот было ваше литературное произведение. Я называю это литературное произведение. Я не буду говорить имена, а просто несколько прочитаю мест. За окном лил сильный дождь. Лето готовилось отдать свою прелесть осени. Только что меня навестила Евгения, моя сестра. И мы как обычно разговаривали с ней. Дальше идет повествование о простом человеке, как он жил в семье. И его приходят собрать и расстрелять. И описывается, как он отреагировал. Я просил Господу, чтобы он помог вынести крест мой со смирением и кротостью. Просил простить меня и тех людей, которые меня сюда привезли. Просил позаботиться о матери и Евгении ее повал только на милость Божию. Возьмите перед расстрелом. Он не думал ни о себе, ни о своих богатствах, ни о благах, ни о чем. Он одно просил. Прости, Господи, мои грехи. Господи, помоги тем, кто остался здесь. Господи, прости тех, которые меня сейчас расстреляют. Это одно сочинение литературное. Оно все так написано. Какая глубина мысли. В каждом есть такое сочинение. Вы в глубину жизни заглядываете. Вот это очень важно. Или еще одно сочинение описывается, как посещали монастырь. Автобус ехал быстро, гул колес, напевал какую-то надоедливую мелодию. Огоньки домов свечками мигали за окном. Мы с мамой сидели рядом. Она все время нежно смотрела на меня, гладила по голове, целовала то щечку, то в лоб. Я некоторые места пропускаю и перехожу к таким мыслям. Мамы, они такие сердцем и душой знают, что лучше сделать и как. Как трогательно, как глубоко. Это не списано, это продумано, прочувствовано. осознанно. Можно читать много. Я взял просто разные возрастные группы. Такие места. Не могу не процитировать опять ваше. Это не сейчас, что вы писали, здесь это прислали, когда заочный этап был, тоже начинает свое сочинение. Тема «Ты знаешь, ведь все люди плачут, слезы не позор и не стыд, разве тонкие ручейки соленой воды достойны осуждения? Разве не от голоса Божьего исходят человеческие чувства и эмоции?» И дальше перечисляется тоже о мученическом подвиге человека. Но я скажу для меня для меня отрадно, что очень много произведений ваших литературных посвящены этой теме. Это наша история, наше прошлое. я вам скажу такую вещь. Что сейчас в литературе не хватает? Что взрослые писатели не пишут? Не пишут книг для вас, подростков, очень мало их, хороших книг. И не пишут книг о новомучниках. И вот я надеюсь, кто-то из вас станет писателем. Я с удовольствием возьму вашу книжечку в будущем, сборничек статей, книгу, повесть, рассказы и так далее и буду читать. Только вы не забывайте об этом. Стремитесь, все постигается трудом. Без труда ничего не сделаешь. и вы не достигли еще раз, я повторю, финиша, вы только начинаете свой творческий путь. С Богом вперед. Дорогой Владыка. Сейчас, знаете, мы в этом году добавляем еще одну церемонию. Каждый год кто бывал из вас раньше на наших церемониях видел, что все награды, дипломы, подарки выносят кадеты. И вот мы здесь решили тоже отметить кадетов, но не мы отмечаем, их отмечает их начальство, мы им вручаем как знаки их достоинства. Что? Воинские звания. поаплодируем давайте. Младший сержант Рашин, выйти из строя. Младшему сержанту Рашину за добросовестное исполнение своих функциональных обязанностей, чувство долга, чести, ответственности, осознанную жизненную гражданскую духовную позицию, принципиальное воззрение, образцовую дисциплину. Приказом директора школы 1861 присылается очередное военское звание сержанта. доставь 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 строй. Улово здесь есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Кадет Иванкова, выйти из строя. Кадету Иванкова, Юлия, за высокие систематические показатели в учебе, победы в окружных городских всероссийских конкурсах, соревнованиях, личную творческую заинтересованность, примерную отзывчивость, образцовую дисциплину, активное участие в жизни класса, приказом директора школы присылается очередное воинское звание Ефрейтор. Кадет Синкин, выйдите из строя. Торжественная клятва, Кадет. Я, Синкин Данил, воспитанник кадетского класса, государственного бюджетного образовательного учреждения город Москвы и средней общественно образовательной школы номер 1861 за горе, перед светлой памятью греческих защитников Отечества, перед ветеранами вооруженных сил, перед лицом своих товарищей, перед флагом Российской Федерации, торжественно клянусь. Добросовестно изучать учебные программы и настойчиво овладевать знаниями, готовить на себя службу Отечества во благо своего народа, соблюдать конституцию и законы Российского государства, быть достойным примером для молодежи России, приложить свои силы и получение знаний для укрепления могущества Российского государства, уважительно относительно к товарищам и старшим следовать традициям войсковой дружбы и товарищам, дорожить честью кадетов, честью класса, школы, славой и боевым традициям Российской армии и флота. Срок соблюдать заповеди кадетов, за стольцами и честью носить форму, выполнять требования устава школы, положение кадетском классе, а также указание администрации школы, учителей, классового руководителя, старшего воспитателя кадетского класса. Закаливать свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть честным и дисциплинированным. Если же я нарушу свою торжественную клятву, то пусть меня постигнет здоровое осуждение товарищей. Решение звания кадета исключения из кадетского класса. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь мы узнаем имена лучших юных писателей России и стран СНГ. Напоминаем, что конкурс «Лето Господне» проводится издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла в трех возрастных группах Шестые, седьмые, восьмые, девятые и десятые и двенадцатые классы В конкурсе могут участвовать учащиеся любых средних, среднеспециальных, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также воспитанники учреждений дополнительного образования, в том числе и воскресных школ, не достигшие 18-летнего возраста из России, стран СНГ, а также стран дальнего зарубежья В 2017 году участникам конкурса были предложены следующие тематические направления Священное Писание как основание русской литературы Монастыри и монашество в русской литературе Творчество писателей-классиков и духовные основы русской культуры Патриаршество на Руси Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской Творчество писателей, лауреатов, Патриаршей литературной премии Эти глубокие темы предполагают знакомство юных авторов с историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей Главная задача педагогов, наставников и родителей помочь детям в правильном выборе Ведь для подрастающего поколения эти книги станут не только источником новых знаний, но и верными спутниками в нравственных исканиях надежной опорой в период духовного становления и на всем жизненном пути Конкурс «Лето Господне» проводится при поддержке фонда президентских грантов Всего на конкурс в этом сезоне поступило более 1200 работ от школьников из 62 регионов России, а также из Молдовы, Украины, Белоруссии, Казахстана и Донецка Нельзя не отметить труды 15 педагогов-словесников из разных регионов, которые прочитали и оценили все работы, поступившие на конкурс Каждую работу прочитали не менее трех раз Для участия в финале конкурсной комиссии были приглашены 36 участников конкурса, подготовивших самые интересные творческие и самобытные работы В финал вышли участники конкурса из Московской, Волгоградской, Тюменской, Липецкой, Ростовской, Владимирской, Новосибирской, Самарской, Иркутской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской и Нижегородской областей Из Республики Татарстан, Белоруссии, Казахстана и Донецка, из Москвы и Санкт-Петербурга Здесь сегодня собрались дети со всех уголков нашей Великой Родины Будущие писатели, журналисты, поэты и ученые Будущие священники и учителя В церемонии награждения победителей литературного конкурса «Лето Господне» сегодня принимает участие почетный гость Писатель, офицер, председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов И мы просим вас, уважаемый Николай Федорович, поприветствовать финалистов конкурса Дорогие друзья, вы знаете, здесь мы присутствуем Владимир Николаевич Крупин, секретарь союза писателя России Первый заместитель Константин Васильевич Скворцов И мы переглянулись и посмотрели А ведь вот ваш конкурс, ваш конкурс по некоторым позициям Он даже был жестче, чем некоторые наши литературные конкурсы Когда мы присваиваем звание лауреатов Некоторых наших литературных конкурсов И тем ценнее, тем ценнее ваша победа И нам очень писателям Союза писателей России понравилось то, что Кроме литературно-художественных Достоинств На вашем конкурсе очень большое внимание Одно из главных вниманий Уделялось следованию нормам и правилам русского языка Это очень важно Это очень ценно И вы знаете, наверное, здесь Я должен сказать и обязан сказать Вчера закончилось совещание молодых литераторов В Санкт-Петербурге На него пригласили Вот кто желающий хочет, то приходите И покажите, что мы пишем Мы хотели посмотреть срез, о чем пишет молодежь И вы знаете, пришла девушка 18 лет Принесла свои произведения И когда начала рассказывать о себе Говорить, первые фразы были А я уже лечилась от алкоголизма Понимаете, я хочу вам сказать Что вы приходите в мир Взрослый мир И там будут девочки, которые Уже лечились от алкоголизма И вы можете представить, какие произведения Они пишут И мы очень хотим Вот положиться на вас Вот вам дадено было Богом Искорка вот эта литературная Внимание к слову Ради Бога, берегите это Развивайте Потому что Россия состоится тогда Когда вы выйдете вперед Когда вы будете диктовать свои условия Когда мы вместе будем Вот такой Россией, как сегодня сидит В этом зале И еще один штрих Вы знаете, Голливуд направляет Сотни миллионов долларов И посылает своих сценаристов В горячие точки Ради того, чтобы они приехали Приехали к солдатам, которые воюют Научили их писать Новые блокбастеры Новые Джеймсы Бунды Чтобы они создали новое произведение О том, насколько велика Америка А я радуюсь за Россию Потому что мы пришли Вы пришли Улица с двусторонним движением Мы приходим к слову К литературному слову Мы приходим через духовность Через православие Через совестливость И вот такая Россия будет непобедима Поэт Николай Рычков Ленинградский Написал однажды свое стихотворение Враг был сильней Но победили мы И мы всегда будем побеждать И на Шукшинском кинофестивале Который прошел недавно на Алтае Губернатор вышел И вдруг такое изумление было У него и он говорит А вы знаете Все лауреаты фильмов Которые получили лауреатские звания Они шли от слова Они шли от книги И они стали победителями Вот вы будущие победители Новых произведений Вы будущие победители Новых кинофильмов Вы будущие победители Новых книг И новых литературных произведений И недавно я вернулся из Ельни Я очень хотел посмотреть Где родилась наша гвардия И подошел к памятнику Подошел к памятнику Который в честь рождения нашей гвардии И мне принесли снимки Первые снимки Когда создавался этот памятник И один снимок был такой прекрасный Вот на этой стеле Было гнездо аиста И два аиста стояли Вот на этом памятнике А сейчас я посмотрел А гнезда нет Аистов нет Я так немножко Грустно мне стало А библиотекарь Которая принесла мне эти снимки Она говорит А вы знаете Это очень хорошо Это очень хорошо Что аисты улетели Потому что Подросли деревья А аист поселяется только там Где есть горизонт Как только горизонт закрывается Аисты начинают подниматься выше Я очень хочу Чтобы у вас Никогда не закрывался горизонт Чтобы вы поднимались выше И выше С праздником вас Благодарим вас Николай Федорович Итак Дипломами Финалистов Четвертого сезона Международного Детско-юношеского Литературного конкурса Лето Господня Награждаются Анастасия Чаркина За работу Увидеть в человеке Человека Педагог Ерохина Светлана Васильевна Средняя школа номер два С углубленным изучением Отдельных предметов Города Людиного Калужской области Сейчас мы прочтем небольшой отрывок из ее произведения Я часто видела бездомных в метро и переходах, но испытывала не сострадание, а призгливость и презрение. Я смотрела лишь на то, какими они стали, но ведь они же не всегда были такими. Правда ведь? После чтения рассказа Леонида Андреева, Баргамот и Горяски, я осознала, что они тоже люди, не удержавшиеся на плаву жизни, опустившиеся, но люди. А каким был человек? У него все равно есть самое дорогое – душа. Ведь стоит только протянуть руку помощи, и, возможно, удастся пробудить душу этого человека, изменить его жизнь, и мир станет чуточку лучше. Для нас с вами это мелочь. Так почему бы не попытаться? Награждается Сергей Немыкин за работу «Простые чудеса». Педагог Малеченко Татьяна Николаевна. Среднеобщеобразовательная школа номер 7 города Белгорода. Отрывок прочтет воспитанник кадетского корпуса Арина. Как часто мы проходим мимо людей, которые на самом деле творят чудеса. Чудеса добра, терпения и сопереживания. Эти люди незаметны для нас, но без них, мне кажется, наш мир не просуществовал бы так долго. Люди каждый день незаметно совершают простые чудеса милосердия. Ими и держится наша земля. Пока священники по всей России творят добро, преображая жизнь окружающего мира с благословения Русской Православной Церкви, наша страна будет жить. Замечательно, Арина. Награждается Даниил Паращенко за работу «Жизнь и подвиг за веру Ира-монаха Гурия». Педагог Паращенко Светлана Владимировна. Чуровическая средняя школа Климовского района Брянской области. 28-29 сентября 1937 года. Согласно выписке из протокола номер 22 заседания тройки ОГБ ОНКВД, за области без суда и следствия, без показаний свидетелей, слушали дело номер 10146 Климовского районного округа ОНКВД, западного округа по обвинению Самусенко Гурия Антоновича, 1870 года рождения, урожденного деревни Климовка Гомельского района БССР. Служители религиозного культа обвиняли в том, что проводил контрреволюционную деятельность, направленную против советской власти, распространял провокационные контрреволюционные слухи ОСССР. Постановили Самусенко Гурия Антоновича расстрелять. Выписка из акта номер 22 рассказала нам о том, что 16 октября 1937 года в 15-16 часов приговор был приведен в исполнение. Такие люди, как батюшка Гурий, были умучены только за то, что не отреклись от Христа, не сняли крест, не предали никого на допросах. Многие святые, чью память мы чтим, пострадали за православную веру во время сталинских репрессий. Люди готовы были отдать все, но не отказаться от своих взглядов, своего мировоззрения, своей веры. Они готовы были провести много дней, месяцев, лет в заточении и даже отдать свою жизнь, но не отступить от Господа. Награждается Полина Озерова за работу благословенное письмо Архимадриду Тихону Шевкунову, автору книги «Не святые, святые». Педагог Данилевская Валентина Николаевна. Будановская средняя школа имени Героя Советского Союза Гришилова Золотоухинского района Курской области. Обращаясь к отцу Тихону Шевкунову, автору книги «Не святые, святые» она пишет «Когда бывает трудно, хочется спрятаться от всего, кроме Бога. За плотную обложку вашей книги, которая, кажется, укроет тебя, научит жить, перенесет в мир «Не святых, святых». Я вновь возвращаюсь, перечитываю, окунаюсь в благодатное состояние. Хотите узнать, какое впечатление произвела на меня книга? Что же творится у меня на душе? Не могу подобрать слов. Так тихо и спокойно, как никогда. Много душевных сомнений разрешилось. Поэтому и думаю, что ваша книга является духовным путеводителем, жизненной шпаргалкой, подсказывающей пути счастья по заповедям Божьим. Браво! Награждается Голанова Валерия. За работу пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Педагог Прутко Наталья Ивановна. Логутненская средняя школа Волгодонского района Ростовской области. Ведь для всех, кто попадал в лагерь особого режима, был подписан негласный смертный приговор. Их должны были убить установленные правила, убить медленно и мучительно. Здесь отбывали наказания не только уголовники, но и политические заключенные. Это бывшие партийные работники, те, кто попал по ложным доносам. Духовенство и простые верующие. Самыми жестокими были уголовники, которые давно утратили все человеческие ценности. Изменить свою жизнь они не могли и уже не надеялись ни на что. Но как разительно отличался от других заключенный отец Арсений. Этот человек никогда не роптал и не падал духом. Делил свой скудный запас с тяжелобольными и умирающими. Из последних сил заботился и ухаживал за ними. Награждается Татьяна Воронова за работу «Дружба в подарок» и запах сушеной малины. Педагог Синицына Евгения Ивановна. Школа 1238. Города Москвы. Обращаясь к писателю, лауреату Патриаршей литературной премии, она пишет. «Здравствуйте, дорогой Владимир Николаевич. С раннего детства помню вашу светлую улыбку. Мы прогуливались с мамой недалеко от вашей дачи. Маленькой, загадочной, похожей на кораблик в тихой гавани. Заприметив нас, вы с легкостью сбегали к нам навстречу с деревянного крыльца и приглашали на чай с моченой вятской брусникой. Помолившись, мы садились за стол. «Мне навсегда запомнился белый рассыпчатый монастырский хлеб, которым вы нас подчевали. Он казался вкуснее и душистее печатного пряника. Меня поразило ваше святое бережное отношение к хлебу. Нельзя выбрасывать даже маленькую крошечку», — сказали вы. «А еще запомнила на всю жизнь. Бросишь хлеб, и он тебя бросит». Награждается Петр Вагнер за работу «Главное в жизни». Педагог Лукаш Светлана Викторовна. Орловская православная гимназия имени преподобного Алексея. Чудо! Сколько всяких чудес вокруг нас! Только настоящее чудо нам почему-то трудно увидеть. Как будто мы закрыли глаза и не можем открыть. Благодатный огонь, благодатное облако, чудотворные иконы, мощи святых, святые источники, исцеление. Сколько можно всего перечислить? А глаза все равно закрыты. Летом мама, папа, брат, сестра и я поехали в Храм Христа Спасителя приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца. В очереди стояли шесть часов, в дороге до Москвы были четыре с половиной часа. Как стояли в очереди? Умом понимал, что очень трудно, а чувствовал, что легко. Это ли не чудо? Мы благодарим всех ребят, а также педагогов и родителей, которые помогли раскрыть свой талант юным писателям. Итак, дипломами финалистов четвертого сезона международного детского и юношеского литературного конкурса «Лето Господне» в категории 8 и 9 классы награждаются Ольга Шестакова. За работу два букета из маков. Педагог Евтюшина Ирина Павловна. Упоровская среднеобщеобразовательная школа села Упорова Упоровского района Тюменской области. Митька стоял на галерке, и сверху ему было очень хорошо видно, как протискивался между рядами, прихрамывая высокий человек в черном подряснике с длинными белоснежными волосами и пушистой бородой. На груди блестел серебряный большой крест. Воина Ясенецкий очень старался пройти незаметно, но как его можно было не заметить? И тут же из президиума раздался внезапно хлопок в ладоши. Председатель конференции внезапно обратился к докладчику. «Коллега, прошу вас на минутку прерваться». Вишневский поднял взгляд и громко сказал в зал. «Валентин Феликсович, но куда вы там протискиваетесь? Просим вас пройти в президиум». И тут случилось неожиданное. Весь зал встал. Аплодисменты раздавались отовсюду и не умолкали, потому что Валентина Феликсовича знали и безмерно уважали. Награждается Мария Махиня за работу в конкурс. Педагог Махиня Елена Владимировна. Воскресная школа при храме во имя Святой Троицы станицы Гостогаевского, Гостогаевской города, курорта Анапы. Я передвигаюсь по сцене, голос теряется и возвращается, но это уже не важно. А важно то, что все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет отношение ко мне, отцу Александру и всем, кто в зале. Иначе не знала бы я о этой истории, не поднял бы головы священник, не притихли бы слушащие. И все это не потому, что я сумела трогательно рассказать, а потому, что сын рыбака Ионы по-прежнему близок всем нам, потому что его слезами хоть раз в жизни доплачет каждый знающий и любящий Христа, от которого так поспешно отрекся Петр. Главное вспомнить, очнуться и заплакать. Апостолы Петра поэтому изображают с красными от слез глазами. Спрашиваю я. Да, говорят, что потом всю жизнь при пении ночного петуха горькие слезы той ночи застилали ему глаза. Награждается Людмила Процик за работу Вера, педагог Филатова Татьяна Сергеевна, Туртасская средняя школа Увадского муниципального района Тюменской области. Слезы нескончаемым потоком катились по лицу. Впервые в жизни Вера просила прощения у Бога. Впервые она хотела отчаянно верить в Него. Лишь бы отец вновь стал здоров. А на мамином лице появилась улыбка. Она потеряла счет времени. Слезы постепенно высохли, принеся облегчение истерзанную душу. Спустившись с чердака, Вера тихонько прошла в свою комнату и, не раздеваясь, легла на кровать. В ту ночь она спала крепко, как ребенок. А утром она узнала, что отец оставил этот мир. Перед смертью он улыбался, сказала мать. Награждается Василий Иван за работу россиянин. Педагог Волкова Ольга Леонидовна. Воскресная школа при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Петропавловска, Республика Казахстан. Я вот уже седьмое поколение нашей семьи, по воле Божьей живущая в Казахстане. Бывая в паломнических поездках в России, часто приходится слышать от россиян, что мы, русские из Казахстана, чересчур фанатично верим в Бога. Нет, мы не фанаты. Просто по-особому чувствуем все наше, исконно русское, родное. Вам, живущим в России, не понять, как важно русским людям, живущим в других странах, уважая культуру и традиции чужого народа, не раствориться в чужом этносе, а сохранить свою самобытность, оставаться русскими. Награждается Мария Ухова за работу у Вятки «Свои порядки». Педагог Ватаву Надежда Сергеевна. Православная гимназия «Ладонка» города Павловская Слобода Истринского района Московской области. Моя родина, Вятский край. Многим знакома Вятка благодаря Великорецкому крестному ходу и дымковской игрушке. Но хотелось открыть для вас красоту моей земли, рассказав о ее природе, обычаях, людях, их характерах и о том стержне, на котором держится вятский человек. Что же это за стержень? Можно ответить по-разному. Я скажу, это родная земля. Родная земля. Прекрасно. Награждается Иван Тепляшин за стихи «Беседа с отцом». Педагог Коростелева Наталья Васильевна. Средняя общеобразовательная школа номер 2 села Казаки Елецкого муниципального района Липецкой области. Прочтет кадет Ася. Ты спрашивал меня, кто эти люди? Зачем храним их лица столько лет? Они твой род, и мы их не забудем. Ты помни их, вот мой тебе завет. Отец меня обнял, и слышно было, как сердце билось трепетно в груди. Я понял, это сердце не забыло, что род наш со Христом в земном пути. Награждается Анна Силакова. За работу «Убить и Лазаря» педагог Цибина Наталья Сергеевна, гимназия номер 1, поселка Навля, Брянской области. Один из бывших первосвященников по имени Анна, как видно, очень уважаемый член суда, выдвинувшись вперед, сказал, «Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». В зале члены Синедриона не в силах больше сдерживать эмоции, стали высказывать свое возмущение, выкрикивать ругательство в адрес Христа. Наблюдая за происходящим, для меня открылась и духовная, невидимая для человеческого глаза атмосфера. В большинстве своем души судьи были черны, как смолеж, злобные. Их мысли черпались из самой бездны, разжигая собственную плоть и дух ненавистью и злобой. В душах их царил страх и отчаяние, совесть и сами. Дела Иисуса подсказывали им о божественной сущности гонимого им человека. Они не могли не понять, что четверороднего Лазаря воскресил сам Бог. Но слух разума их был замкнут для принятия истины. Мы благодарим финалистов, родителей и педагогов за верность духовной традиции отечественной культуры и за прекрасные творческие работы. Продолжаем. Дипломами финалистов четвертого сезона международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» в категории 10-11 классы награждаются Ангелина Зимина. За работу... Крошки хлеба. Педагог Куртятник Маргарита Аркадьевна. Средняя школа номер 19. Имени героя России Алексея Кириллина, города Сызрани, городского округа Сызрань, Самарской области. Тихон стал убирать пыль и грязь с пола и вдруг увидел что-то блестящее между половицами. Оказалось, что это маленький оловянный крестик. Сердце мальчика забилось быстро-быстро, как будто хотело выскочить из груди. Ты крещеный? Возьми его себе. Видимо, был сорван во время нападения на храм. Бабушка нашла длинную нитку и надела Тихону крест на шею. Тишка взял в ладошку крест. Он был теплым. Тихон поцеловал крестик и бережно спрятал за ворот рубахи. Мальчик словно опять окунулся с головой в свое счастливое детство, залитое солнечным светом, где все были живы, где он купался в родительской любви, где на груди у него всегда был маленький оловянный крестик. Награждается Дарья Герасченко за работу библейские мотивы в произведениях Федора Михайловича Достоевского. Ого! Дневник оцифрованного времени. Педагог Горенкова Оксана Александровна. Средняя школа номер 29 имени Мельникова города Орла. Какой живучий вирус нигилизма и атеизма принес конец XIX века? Как разрушительно оказалось отрицание опыта предков? Здесь начало революционного сотрясения всех основ миропорядка. Мне показались убедительными размышления исследователей творчества Достоевского. Над символикой имени героя топор взял в руки Родион Романович Раскольников. Родя, как зовет его мать? А мы слышим родной, родина, род, народ. Страшный раскол придется на времена проявления династии Романов. Словно предвидит Достоевский. Молодец! Награждается Анастасия Диденко за работу «Мои духовные обители». Педагог Мавроди Юлия Эдуардовна. Школа номер 76, город Донецк. Прочтет кадет Вика. Осень. Нас с мамой занесло в Москву из-за тяжелой обстановки в Донецке. Мы приехали к родственникам на пару дней. Москва. Огромный город, в котором все куда-то спешат. На улице Москвы желтеют листья, очень красиво переливаясь оттенками от зеленого до темно-оранжевого. Мы с мамой не успеваем съездить в Свято-Троицкую Сергиевскую лавру. Очень печалимся. Зато едем в Храм Христа Спасителя. Он считается главным собором России. Внезапно, молясь в Храме Христа Спасителя, я понимаю, что объединяет все лавры, храмы, монастыри Руси. Это вера людей. Несмотря на то, что Храм Христа Спасителя находится в России, а все лавры, в которых я была, находятся в Украине, их объединяет история. Ведь раньше наша земля не делилась на Россию и Украину, а была просто названа Русь. Всех нас объединяет вера, которая не дала погибнуть лаврам во время набегов, во время войны. Награждается Елизавета Доринская за работу с Божьей помощью. Педагог Флакина Елена Юрьевна. Донецкая Республиканская Малая Академия Наук Учащейся Молодежи. Очно-заочная школа города Донецк. О чем думаешь, смотря вслед уходящему старику? Какие мысли одолевают тебя? Посмотри на свою жизнь со стороны. Неужели скажешь, что она приносит одни разочарования, и ты хотел бы себе совсем другую судьбу? У тебя есть семья, дом, ты можешь ходить, дышать, любоваться красотами земли. Только представь, что у кого-то даже этого может не быть. А теперь скажи, все то, что у тебя есть сейчас, разве это не счастье? Не забывай благодарить Бога за то, что живешь в этом прекрасном, открывающем для тебя свои таинства мире. Благодари за каждый прожитый день и час. Цени то, что тебе дано Богом сейчас. Никому не известно, что будет завтра. Завтра просто может не быть. Недаром говорится, только потеряв, мы начинаем ценить. Только, видя смерть, учишься жить. Главное, чтобы не было слишком поздно. Награждается Анастасия Агафонова за работу «Возвращение». Педагог Агафонова Марина Валерьевна. Средняя школа номер 7 городского округа города Михайловка. Волгоградской области. Земной путь священномученика Николая Попова был окончен 26 марта 1919 года. Через три месяца его нашли в братской могиле в Морозовских песках. Его и еще 200 человек палачи жестоко изрубили шашками. Батюшку погребли за алтарной частью Иоанна, богословского храма, хутора Верхнегнутого при большом стечении народа. Вскоре могилу и сам храм сравняли с землей. Каждый год перед Пасхой Евдокия Михеевна тайно ходила на то место, где стоял когда-то их Иоанна в богословский храм. Расчищала бурья над могилкой отца Николая. Шепотом молилась. Когда ей исполнилось 95 лет, решила передать уход за местом внуку Николаю. Но не пришлось. В хутор приехала и перхальная комиссия по обретению мощей. Глава администрации привел приезжих к Евдокии Михеевне. Тщательно расспрашивала старая казачка этих людей, читала их документы. Награждается Полина Аршавская за работу «Загадка слова о полку Игореве». Педагог Сабанаева Гюзель Рашидовна. Средняя школа номер 26 города Нижнекамска, Республики Татарстан. Невозможно понять грандиозный замысел слова о полку Игореве без Библии. В ней ключ к осознанию величия древнерусского памятника литературы. Потому что в слове раскрывается идея покаяния, которая так нужна всем, особенно тем, кто уже совершил непоправимые ошибки и страдает от утрат. Чем-то князь Игорь похож на блудного сына, который, влекомый страстью, попал в невыносимое позорное положение, но раскаялся и попросил прощения у доброго отца, который помиловал и простил его. Так же и Игорь рвется в бой, чтобы доказать всем, что он отважный воин, победитель не хуже других. Им движет страсть, гордость и тщеславие, что свойственно влиятельным людям. Так же, как блудный сын, князь Игорь раскаялся, и тогда ему Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую. И Игорь бежит из плена. Народ встречает князя Икаря с ликованием, потому что Игорь – кающийся грешник, а таких любит сам Господь. Награждается Александра Барвинова за работу. Ты знаешь, ведь все люди плачут. Педагог Рогова Ольга Юрьевна. А расскажет нам отрывок. Ученицы кадетского корпуса. Слезы – не позор и не стыд. Разве тонкие ручейки соленой воды достойны осуждения? Разве не от голоса Божьего исходят человеческие чувства и эмоции? Слезы – это то, что обнажает сердце человека, что выходит из его глаз зеркал души. И порой со слезами выходит боль, которую человек копил и прятал годами. И облегчение испытывает душа. И люди плачут. Старые и молодые, бедные и богатые. Они плачут и роднятся своим горем. Порой едином на всех. Благодарим вас, ваше высокопросвященство и глубоко уважаемый Николай Федорович. Мы благодарим всех финалистов конкурса за яркие и пронзительные творческие работы. Каждая из них отразилась частичкой вашей души. Отблеск сияния вашего искреннего сердца. Отсюда начинается ваш путь в литературное творчество, в долгую дорогу писательского труда. А теперь уже хореографический коллектив «Отрада» исполнит для вас танец «Лебединое озеро». Городина «Надо» «Откранная мечта» КОНЕЦ 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 Неудачно, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас для вас поет Сергей Борзов А сейчас для вас поет Сергей Борзов Дождинка малая на землю капнула А мы не встретились, что было канула, что было не было, что было сгинула Прошу за все простить меня Как тихо в комнате, как пусто в комнате И в лицо мое не сразу вспомните Потом забудете, совсем забудете Прошу за все простить меня Желаю вам всегдашней радости в судьбе Желаю вам всего того, что вы желаете себе Желаю вам одних счастливых дней в году Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду Над заревой землей дожди проносятся На заревой земле тропинок множества А мы не встретились, что было канула, а мы не встретимся А мы не встретимся, а если встретимся Прошу за все простить меня Желаю вам всегдашней радости в судьбе А мы не встретимся, что было канула, что было не было, что было сгинула Прошу за все простить меня Желаю вам всегдашней радости в судьбе Желаю вам всего того, что вы желаете себе Желаю вам одних счастливых дней в году Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду Желаю вам одних счастливых дней в году Желаю вам одних счастливых дней в году Приду Спасибо За прошедший год лучшие работы финалистов конкурса «Лето Господне» были опубликованы в таких известных литературных журналах, как «День и ночь», «Дружба народов» и «Москва» И сегодня в нашем торжестве принимает участие педагог, писатель, главный редактор литературного журнала «День и ночь» из города Красноярска, Марина Олеговна Савины Мария Олеговна, вам слово Ваше Высокопреосвященство Дорогие коллеги учителя и писатели Дорогие дети, участники конкурса Прежде всего я хочу вас от всей души искренне поблагодарить за тот праздник, на котором мы сегодня присутствуем На самом деле это очень важно Ведь все мы сейчас, весь мир находится в состоянии духовной брани И вот мы, люди, которые работают с русским словом, наверное, сейчас на переднем краю То, что вы, ребята, занимаетесь этим То, что эта тематика, эти проблемы вас волнуют, интересуют Это уже очень много значит Поэтому действительно все вы, финалисты, те, которые приехали сегодня сюда, сейчас сюда Все вы победители И если уж говорить очень коротко о каких-то напутствиях Я бы сказала так Во-первых, будьте уверены в высочайшей ценности православия Конечно, Россия многонациональная страна Но вот эта база, культурная база, на которой она держится Это все-таки православная культура Она необыкновенно глубока Она укоренена в веках Она та основа, которая дает смысл нашей жизни И в быту, и в чтении, и в творчестве Я уверена, что вы чувствуете и понимаете это И это понимание будет с вами всю вашу жизнь Это очень много значит Это и орудие творчества, и оружие, которым вы боретесь против зла И еще Очень важная вещь Любите и берегите наше родное слово Берегите русский язык Он сейчас находится в огромной опасности Мы это прекрасно видим, чувствуем Вот вы идите на улицу Сколько написано вывесок самых разных На английском языке, латиницей Сколько чуждых нам слов переполняет наш язык Не обогащая его, а обедняя и приземляя Мне кажется, что именно писатели, литераторы Должны приложить все усилия, чтобы с этим бороться Потому что наш язык необыкновенно красив Он полон внутренней борьбы, полон внутреннего света И чем больше мы прилагаем усилий для того, чтобы он развивался, рост Не обеднялся, а именно развивался Ну это огромная заслуга будет наша Если мы сможем все это сохранить и развивать Я думаю, гляжу на вас и думаю Какое у вас все-таки великое, прекрасное будущее Оно не будет легким Это мы прекрасно понимаем Но я думаю, что вы вместе с нами Все мы выстоим в этой борьбе Обязательно победим Победа будет за нами Мы русские, с нами Бог Это очень важно Вот Хотя, знаете, есть еще одна очень важная тонкая вещь Вот говорят, что русский Это, может быть, даже не нация Это культура У нас есть русские евреи, русские армяне, русские татары и так далее Те люди, которые, может быть, и к другому народу принадлежат Но чувствуют себя русскими по вере, по культуре, по слову своему И все мы образуем единый, прекрасный, великий русский мир Русское безрубежье Все мы искорки этого безрубежья Все мы, размыкая границы, создаем Ну, прекрасный, прекрасный, культурный, божий мир Мы чувствуем этот горизонт, которому нужно стремиться Вот, пожалуй, то, что я хочу вам сказать Великое спасибо Благодарим вас, Марина Олеговна Замечательные теплые душевные слова А сейчас на сцену приглашается вновь коллектив «Отрада» С прекрасным танцем «Хохлома» Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дорогие друзья От вас и не уйдешь Все закрыто Не все так просто Вы знаете, я просто сейчас волнуюсь Еду в Белоруссию на поезд Поэтому вот как-то хочу так Обратиться к вам И владыка к вам Вы знаете, конкурс Замечательный Я покажу журнал И скажу сразу, что Многие участники конкурса Лето Господне Будут опубликованы В журнале «Юность», я надеюсь В самое ближайшее время Так что не откладывайте И я думаю, может быть Даже не только те работы, которые Участвовали в конкурсе Многие из вас, что для меня было удивительно Хотят стать писателями Сегодня это большая редкость Потому что в реестре профессии Российской Федерации Профессии писатель Поэтому я думаю, что это все-таки Когда-нибудь исправится Вот, и чтобы стать Писателем, вот о чем я подумал Может быть такие Ну, не то, что напутствия Не то, что какие-то советы А вот давайте задумаемся О том, что вот, ну, например Древнерусская литература Были же работы, да По слову о полку Игоря Например Древнерусская литература Авторов многих Этих произведений мы не знаем Почему? Потому что когда человек творил Он сам себе говорил И в себе нес такое понимание Что это не я написал Это Господь мне позволил это написать Поэтому авторство Оно зачастую и утеряно И вот это нужно обязательно В себе как-то растить Такое понимание Что Господь мне позволил написать То или иное произведение Это первый момент Очень важный Второй момент Сегодня произведения Пишутся быстро И мы заранее знаем Что напишет Улицкая Что напишет Акунин И массовая вот эта вот культура Которая идет Литература развлекательная Мы заранее знаем Что эти люди сделают, да А вот настоящие произведения Они единичны Вспомните, допустим Великий русский писатель Гончаров Сколько лет он писал Каждый свой роман, да Это романы великие С названиями на букву О Вот каждый роман такой Три романа у него Такие великие Он писал 10 лет Вот не забывайте об этом Это не просто Какие-то работы Которые вы отдали на конкурс Победили и забыли Нет Писатель Слово его всегда с вами Потом писатель Это всегда Явление анормальное Анормальное Он Как теперь говорят Часто не в тренде Не в этой вот Какой-то массовой культуре В этом потоке И вы знаете Бывают сложные времена Для писателей И Такое сложное время Я вот сидел И вспоминал судьбу Как-то не странно Ну, писатель Поэт, да Прозаик Поэт Вспоминал судьбу Николая Гумилёва Когда случилась революция Ирина Адоевцева Вспоминает Он шёл По Петербургу И крестился На каждый храм Его могли за это Просто застрелить тут же Она удивлялась А Николай Степанович Просто улыбался Вот когда он выступал Перед матросами Кронштадта Его спросили О его взглядах Это были красные матросы Он ответил Я монархист И его могли тут же застрелить Вот такой поэт И когда Ну, как легенда Ну, может быть, она И действительно легенда Которая имеет право на существование Когда Горький Его как бы У новых лидеров страны Ну, как-то Доказал им Что Гумилёв Это великий поэт И его И решили освободить И когда охранник Пришёл в тюрьму Где сидели офицеры И Николай Степанович Гумилёв Русский офицер То охранник крикнул Поэт Гумилёв На выход Поэт Гумилёв Встал и сказал Здесь нет поэта Гумилёва Здесь есть только русский офицер Гумилёв И остался И погиб Вот Это писатель И последнее, наверное, о чём нужно подумать Обязательно Сегодня мы об этом забываем На филологических факультетах Очень часто изучают предложения Льва Николаевича Толстого Так и есть такое понятие Предложение Толстого И вот Чтобы каждый из вас задумался Над своим предложением Какое оно у меня Да От этого будет зависеть Какой русский язык Будет в литературе Которую вы Сами будете создавать Вот Я надеюсь, что Писателями вы станете Спасибо вам большое Благодарим вас, Валерий Фёдорович Очень здорово, что вы не ушли Сказали такие замечательные слова Танец на крыльях ветра Встречаем Дмитрий Морозов и Карина Кайдаш Валерий Фёдорович 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Морозов и Карина Кайдаш Сегодня в этом зале ребята, которым в будущем предстоит взять в свои руки знамя великих русских писателей и поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя, Достоевского и Шмелева, Есенина и Рубцова Сегодня в этом зале присутствует человек, с именем которого у многих читателей связано представление о православной литературе С нами сегодня живой классик, первый лауреат Патриаршей Литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Многолетний соприседатель правления Союза писателей России Владимир Николаевич Крупин Мы просим вас! Я счастлив, чем я, потому что он уже знает, великий, дай мне, Господи, причащаться к святых Твоих Христовых, тайн до последнего издыхания И вот это два соединения борьбы за Отечество и готовность умереть за Христа нас объединяет Это, конечно, счастье огромное, что мы православные, другого счастья не будут И когда он начинает говорить, что вы знаете, они тоже люди, это на Западе, если не верите Как сказал Феодосий, неужели ты вдвоем верен? И поэтому, конечно, есть на велосипеде только одна истинная вера – вера православная Ты можешь быть кем угодно, но судить Бог Христос И вообще, как можно измерить любовь, как можно измерить преданность Христу? Только одним, готовность умереть за Него А смотрите, вышли от Раковицы, как будто не было ничего, была только одна Россия Такие же лица, такая же красота, такая же робость в движениях И вот это ощущение того, что мы не изменились совершенно Нам все-то врут, что вот якобы была какая-то эволюция Что выполнили инфузории, стали обезьянами, хвостом, ползли и забрели станок Гутенберга Это все вздоро Вот мы такие же, какие были Мы креционисты Как был Адам, так есть Адам Вот я как Адам Как была Ева, так вот каждая девочка Ева То есть, ну нет, нет никакой эволюции Нет, потому что эта теория привела к фашизму Что якобы мы развиваемся Что были люди, стали сверхлюди А вы, энтурменши славян, так и сидите Вы не имеете права идти в арийцев И поэтому не верите никакой теории эволюции Ну и, конечно, вы знаете Вообще жить и писать легко, радостно Очень радостно и легко писать Ну как, Господь Бог дал такую возможность А вот Маша не пишет, а вот Лена пишет, понимаете И вот это вам никакая и не награда Это выделенность вас из общего числа людей А вы обязаны отработать это Вы просто обязаны отдать долг Чем тут хвалиться? Мы рыбы не ключи мои Вот зачем меня хвалить за то, что я должен был сделать? Зачем хвалить, потому что я сделал то, что сотворил? То, что был обязан сотворить И Бог верит в каждого из вас Он верит вообще в каждого И даже и не пишет еще Потому что в каждом человеке есть образ Божий Вот что надо уважать себе Уважать себе образ Божий И, конечно, вот это ощущение того, что вы несете себе Бога Оно не даст вам никогда поступать плохо по отношению к другим Любовь Вот ощущение в любви, конечно, теперь оно всячески-всячески его полощут Вы смотрите, мы как стремительно стали одиноки в этом мире Россия стала одинокой в этом мире Почему? Потому что она со Христом Другого объяснения нет Весь мир уже погряз в ужасе Уже в Англии запрещает изображение креста носить и переносить в школу Ну, уже до чего дошел мир, когда уже... Вот не будем о них говорить Я, милые мои пишущие, братья и сестры, младшие Очень рад, что сегодня здесь присутствую И вот мы сидим, старшие товарищи И я думаю, есть на кого Россию оставить Есть кому доверить ее Ваши дорогие крепнущие руки И Владыка вначале вам говорил, что опыта набирайтесь Ну и храните душу Потому что читаешь сочинение Пусть оно несовершенно, но чувствуешь душу Вот что важно Можно писать, как барабанный бой Но можно писать другой души Пластмассу Есть муляж, удивительно хорошо сделанный Но крови нет, и он не живой Поэтому, конечно, храните себе дар Божий Развивайте его, совершенствуйте Больше читайте И не верьте, что где-то есть какие-то другие страны Где может быть лучше Вот уже называли... Ну все, а то я могу говорить часами Милые мои, ангелы, храните вам В долгую, трудную, но очень счастливую дорогу Пишущего человека Вы работаете во славу Божию Во славу России И вы самые счастливые в мире люди Спасибо, Господи Благодарим вас, Владимир Николаевич Спасибо, Господи Ваше высокопреосвященство, дорогие друзья Мы продолжаем награждение победителей Итак, третье место среди шестых-седьмых классов В конкурсе «Лето Господне» поделили Есть еще Петр Михайлов За работу «Светлый пастырь. Встреча сквозь века» А еще награждать? Да, вот, пожалуйста «Светлый пастырь. Встреча сквозь века» Педагог Шершакова Елена Алексеевна Лицей номер 7 имени Уланова Города Химки Московской области Макар поинтересовался у хозяина А как ваше имя? Монах ответил Такое же, как и твое, Макарин Что значит «блаженный»? А ведь по имени и житии Вот вижу, что трудно ты с людьми сходишься Сторонишься их, мечешься А ведь имя твое выражает мысль Об умиротворенности сердечного окружения О полной успокоенности парящих помыслов сердца От растерянности, что старец видит его насквозь Мальчик поинтересовался А как вы попали в этот собор? Я здесь проездом, ответил старец В Москву направляюсь и решил остановиться Посмотреть, как живет господин Великий Новгород Служил здесь раньше, а собор уносит имя Святой Софии Я восстанавливал В этот момент мальчик понял, с кем разговаривает Это был тот самый митрополит Макарий Про которого он сегодня слышал на экскурсии Макар даже вздрогнул, но собравшись с духом спросил А зачем вы туда едете? Что вы там хотите сделать? С царем встретиться, поговорить В последнее время он слишком много зла делает Не нужен людям такой государь Спасибо И Даниил Овчаренко За работу, как я на Афоне побывал Педагог Овчаренко Диана Львовна Воскресная школа Свято-Троицкого храма Города Таганрога Ростовской области Весь Афон стоит на мраморном основании Из этого камня построено большинство зданий и храмов А прямо на дорогах можно найти глыбы мрамора Встречается красный, белый и черный мрамор Добывают мрамор прямо на месте И сразу же строят из него здания Мне очень понравилось, что на Афоне Все в зелени и раскинулось множество садов О красоте моря и гор я даже не стану писать В прозрачной воде моря целыми стаями плавают рыбы Которых там очень и очень много Мне запомнилось, что при каждом монастыре есть свои коты И все коты сытые, здоровые и ухоженные Почти всех я перегладил Второе место среди шестых-седьмых классов В конкурсе «Лето Господне» поделили Мария Селина за работу Новомученики – опора православной веры Педагог Маркова Ирина Васильевна Воскресная школа при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла Города Петропавловская республика Казахстан Вся жизнь императора Николая II разделилась на два важных духовных периода Время его правления говорит о нем, как о православном правителе, исполняющем свой долг перед Богом И второй период, который можно сравнить с восхождением на Голгофу, на русскую Голгофу Браво! И Михаил Сорокин за работу с записки мальчика из многодетной семьи Педагог Пахомова Вера Васильевна Православная гимназия во имя святителя Иннокентия Вениаминова Митрополита Московского, города Иркутска Мне было года, наверное, четыре, а второму брату у Пети шел шестой год Арсений и десятилетняя сестра Настя катались на велосипеде до речки А Петруша бегал за ними, и вдруг он потерялся Я, мама, Арсений и Настя побежали в лес его искать Но его нигде не было Мама сказала вставать всем на колени и молиться, чтобы Петя нашелся Мне так стало жалко Петю, что я горько зарыдал Потом мы вернулись в домик, и мама побежала к хозяевам просить о помощи Когда мама возвратилась от хозяев и подошла к калитке То увидела идущего к дому Петю Он всхлипывал на вопрос мамы «Как ты вышел из лесу?» Брат ответил «С Божьей помощью!» Сначала я испугался, что заблудился И стал читать молитвы, которые знал Отче наш, Царю Небесный, Верую, Богородицу И вышел на дорогу Молодец Спасибо, Господи Итак, первое место среди шестых-седьмых классов В конкурсе «Лето Господне» заняла Дарья Малейкович За работу «Земля наша намоленная» Педагог Севец Марина Ивановна Негневическая средняя школа Новогрудского района Гродненской области, Республика Беларусь Когда в 1939 году безбожники учиняли злодейство Мы с крестным ходом обошли нашу деревню И они не посмели нас тронуть Люди были запуганы Ведь ничего не стоило бандитам и убить, и дом поджечь Страшное было время Не знали люди, что творили Они спасали, рисковали жизнью одни Другие предавали, чтобы выжить Предавали веру спасителя Однажды особенно лютовали активисты С обыском врывались в каждый дом А что искали? Родители, соседки, бабушки, Марии Долгие годы прятали на своем сеновале Крест, сброшенный новой властью с храма Отец бабушки Марии взял свою гармошку Сел на сено, под которым крест лежал Да и стал им гимн петь Посмеялись над стариком А он спас крест Спасибо, Господи Третье место среди восьмых-девятых классов В конкурсе «Лето Господне» поделили Ульяна Бойчевская За работу в начале было слово Педагог Пельгун Ирина Владимировна Воскресная школа прихода храма Во имя семи отроков и эфесских Благовест Города Тобольской Цюменской области Витька поднял голову и увидел добрые глаза, нежно глядящие на него И уже ничего не видя от слез, прижался к нему всем своим худым тельцем Потом была учеба в православной гимназии Житье, бытие с такими же, как он, мальчишками И был храм Весь в золоте и росписях Похожий на сказочный корабль И владыка с добрыми глазами И много разных слов Но он вскоре понял, что не все они настоящие Потому что уже знал продолжение Евангелия И слово было у Бога И слово было Бог И Ксения Цицына За работу Путь к родным истокам Педагог Березина Татьяна Александровна Воскресная школа Адигитрия При приходе храмового комплекса В честь Смоленской и Владимирской Икон Божьей Матери города Нижний Новгород Любить землю русскую Это все равно, что любить маму Вот как Без нее или вдали от нее Человек не может быть по-настоящему счастлив И я думаю, если бы в каждой нашей семье Нашелся такой же добрый и трудолюбивый человек Как мой папа То в скором времени мы бы не увидели Наших заброшенных деревень И по-новому расцвела бы наша Россия Второе место среди восьмых-девятых классов В конкурсе «Лето Господне» поделили Ульяна Фролова За работу Богом данная Педагог Кирикова Лариса Михайловна Средняя школа номер 14 Города Калуги Есть на свете дивное место Смоленщина Тихая, проникнутая светлой печалью Видевшая войны и боль Слово, впитавшее в себя историю всей страны И каждого отдельного человека Кажется, всего 200 километров от Москвы А жизнь совсем другая Люди другие Недалеко от Вязьмы Расположена маленькая деревня Тёмкино Именно здесь еще совсем недавно жила Старица Макария За свою жизнь она перенесла много ужасов и лишений Боли и предательства Страданий и несправедливости Но у нее была неиссякаемая вера Спавшая ее и спасшая теперь нас Ирина Голубева За работу Что значит быть русским? Педагог Исупова Маргарита Александровна Лицей номер 22 Надежда Сибири Города Новосибирска Не важно, кто ты Не важно, где рожден Чувство здорового патриотизма Живет у человека в сердце Это любовь Нечто большее, чем просто привязанность Это неразделимый сплав благородства и храбрости Высокой всечеловеческой идеи добра Обостренного чувства справедливости и желания мировой гармонии Это состояние души человека Музыка его сердца Патриотизм не терпит пафоса Это глубокое, тихое и всегда фундаментальное чувство Первое место среди восьмых-девятых классов в конкурсе «Лето Господне» заняла Ксения Якимова за работу Переступить порог Педагог Бакиева Гюзель Репхатовна Средняя образовательная школа номер 5 Корпус 2 Города Тюмени А я ведь теперь ничего не боюсь Решительно заявила Ника Чего не боишься? Ну этого самого Смерти Она помолчала Я вдруг стала вспоминать вещи, на которые никогда бы не обратила внимания Молодец Итак, третье место среди десятых-одиннадцатых классов в конкурсе «Лето Господне» поделили Валентина Лаюрова за работу «Соловецкий монастырь» и «Соловецкий лагерь» особого назначения Педагог Черепанова Галина Васильевна Центральная воскресная школа Свято-Никольского собора города Алматы, республики Казахстан В этом году мне удалось побывать в местах, о которых я мечтала лет с пяти И это оказалось отнюдь не тропическая сказка Я совершила поездку на Соловецкие острова, что находятся в Белом море На протяжении всей поездки меня не покидало чувство трепета Все, с чем я сталкивалась, несло глубокий духовный смысл Все вокруг высокое, чистое небо Леса с величавыми столетними соснами Сказочные панорамы Небольшие озера, отражающие холодный солнечный свет Мелкорябью Каменистые берега Пристани с судами Деревянные кресты самых различных размеров Бескрайне ледяное синее море С отдаленными от берегов лодками и кораблями И, наконец, монастырь, обнесенный массивной каменной стеной Его темные купола, блестящие кресты и потрясающей красоты Древнейшие постройки будто бы были живы Дышало и было пропитано духом подвигов Которые совершались на этой земле Великие святые земли русской А также награждается Анастасия Овчаренко за работу Православие в романе Льва Николаевича Толстого Война и мир Педагог Кайдаш Наталья Николаевна Республиканский многопрофильный лицей-интернат Город Донецк Можно очень долго рассуждать на тему православия Войне и мире И все равно она остается неисчерпаемой Ясно одно Как не хотел Толстой умолить благотворное влияние веры Во единого Бога на русский народ Он так и не смог этого сделать Поэтому это произведение можно назвать поистине великим Даже то, что не договорил или не захотел договорить Автор все равно присутствует в романе Второе место среди 10-11 классов В конкурсе «Лето Господне» поделили Георгий Волков за работу «Хранить вечно» Педагог Голышева Светлана Вячеславовна Богородская средняя школа Ивановского района Ивановской области О, земляк! Коллективизация в нашем районе проходила тяжело Северо-восток Нижегородской области места глухие Места глухие, староверческие А вот председателя колхоза требовали перевыполнения плана То есть требовали, чтобы с каждым годом колхозников становилось все больше и больше А больше их не становилось И когда он понял, что не справляется, то испугался Испугался так сильно, что был готов подставить другого человека Лишь бы избежать ответственности Поэтому отец Павел, будучи священником и бывшим лишенцем Был выбран им на роль В кавычках «козла отпущения» В соответствии с указом президента Верховного Совета СССР От 16 января О дополнительных мерах по восстановлению справедливости В отношении жертв репрессии Имевших место в период 30-х, 40-х и начало 50-х годов Отец Павел считается реабилитированным Казалось бы, историческая справедливость восстановлена Зачем после этого нужны были кропотливые поиски расследования Зачем, чтобы люди помнили отца Павла не просто как очередную жертву Беспощадных и бессмысленных репрессий А как новомученика, не бросившего служения ради собственной безопасности И принявшего за это смерть А также награждается Мария Малакаева за работу Бескорыстная, застенчивая, великодушная, щедрая, единственная, первая Педагог Данилина Ольга Николаевна Православная гимназия города Муром Владимирской области Сегодня со всех сторон слышится Молодежь ничего не читает Вот раньше Но это не совсем так И сейчас читающих подростков много Весь вопрос в том, что читать Сегодня многое печатается на потребу дня Активно эксплуатируются самые низменные вкусы публики А ведь так важно, чтобы писатели в своих произведениях Несли идеалы добра, истинной любви, правды, свободы, милосердия, справедливости и честности Молодец Первое место среди 10-11 классов в конкурсе «Лето Господнее» заняла Ивета Меликян За работу Посвящается бабушкиной библиотеке Педагог Чеканова Анастасия Викторовна Православная свято-никольская классическая гимназия города Кисловодска Ставропольского края Не существует на свете школьного предмета, который точно расскажет тебе, что на свете важно, а что не очень Почему в мире так много песен про любовь, но мало про серых, влажноглазых лошадей Почему сегодня тебе грустно, как никогда, а завтра ты будешь считать себя самым счастливым человеком на свете Отчего у тебя на завтрак есть каша и булка с чаем, а у других детей только вечное чувство голода Все это можно лишь почувствовать, осознать, благодаря хорошей книжке, помощи ближнему, мудрым словам учителя Это все не входит в систему, не подается чередованию и может настигнуть тебя даже на уроке алгебры И все это кажется таким же сумбурным и интересным, как книжная полка в доме у моей бабушки Поэтому все мои короткие истории, которые здесь описаны, совершенно не связаны друг с другом Но вместе они синтез случая и прочитанной литературы Вместе они что-то дозначат Такой вот парадокс Дорогие ребята, в этом году у нас небольшой сюрприз для вас Кроме призовых мест в конкурсе, мы подготовили еще три дополнительных номинации Одна из них – диплом конкурса «Лето Господне» в номинации «За творческую самобытность» Итак, «За творческую самобытность» награждается... Анастасия Чаркина – педагог Ерохина Светлана Васильевна – средняя школа номер 2 С углубленным изучением отдельных предметов города Людиного Калужской области Поздравляем! Дипломом конкурса в номинации «За лучшие произведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской» Награждается... Васильев Иван – педагог Васильева Ольга Николаевна Воскресная школа при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Петропавловска, Республика Казахстан Дипломом конкурса в номинации «За следование традициям русской словесности» Награждается... Анастасия Агафонова – педагог Агафонова Марина Валерьевна – средняя школа номер 7 городского округа города Михайловка Волгоградской области Награждается... Браво! От лица всех участников, финалистов и победителей конкурса мы благодарим вас, ваше высокопреосвященство и издательский совет Русской Православной Церкви за организацию конкурса «Лето Господня» и этот замечательный праздник, который вы подарили всем нам! Также мы просим Якимову Ксению, победителя конкурса «Лето Господне» среди 8-9 классов, выступить с ответным словом от участников конкурса На самом деле «Лето Господне» – это просто прекрасный конкурс Благодаря ему множество детей с разных уголков земли смогли побывать в Москве Пообщаться с писателями, побывать на экскурсиях, просто походить по историческим улочкам Москвы Благодаря всему этому мы получили много впечатлений И эти впечатления будут способствовать нашему вдохновению писать дальше От лица всех участников хочется сказать большое спасибо организаторам конкурса Митрополиту, нашим кураторам, которые нас терпели Большое спасибо вам! Спасибо! А сейчас мы приглашаем всех финалистов конкурса выйти для общей фотографии Прошу вас! Митрополиту, нашим кураторам конкурса Дорогие друзья, позвольте в вашем присутствии поблагодарить телеканал «Цареград» и телеканал «Союз» Которые ведут прямую трансляцию нашей церемонии награждения в сети интернет Два шага назад, ребят И, конечно, особая благодарность всех финалистов, родителей и педагогов В гостеприимной, дружелюбной и златоглавой Москве Спасибо! 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 Дорогие друзья, я всех вас поздравляю И одно короткое пожелание Здесь звучали слова Станьте хранителями Я вам посоветую Станьте носителями русской культуры Носителями русского языка Это вам должно стать родное Без чего вы не могли бы жить Тогда наша литература будет развиваться Наша культура сохранится И Россия будет вовеки С праздником вас поздравляю И сейчас замечательная песня Которая называется «Солнечный круг» Исполним все вместе давайте дружно Чтобы был мир, солнце, радость Солнечный круг, небо вокруг Это рисунок мальчишки Нарисовал он на листке И подписал в уголке Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я. Против ты, против! Так, поверь, человек! Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама Пусть всегда будем мы С праздником! Всего вам доброго! Спаси, Господи! Молодцы! Еще куплет? Мы благодарим всех наших дорогих гостей Для вас этот праздник провели Сергей Борзов! И Алёна Юркина! До новых встреч! Всего вам доброго, светлого! Будьте здоровы! Спаси, Господи! Дорогие финалисты-победители Подойдите сейчас к своим кураторам Хор от Рада! Хор от Рада, пожалуйста! Хадеты наши замечательные! Заречен, выходите, ребят, тоже вас поприветствуют! Хор от Рада, спасибо! И вот они, красавцы! Хадеты! Браво! Давайте фото, конечно! Я тоже с удовольствием! Можно с вами? Вручение! Еще, еще... Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, подходите, оставьте свои автографы на баннере Получайте, ребята, с логотипом нашего конкурса Здесь также присутствует баннер Можете расписаться, пожелать что-то, сфотографироваться Вот, замечательно, подходите, не стесняйтесь Оставляйте свои автографы на память Пожалуйста, подходите Свои пожелания, автографы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok